В этот прекрасный тайский солнечный день я вышел в эфир для того, чтобы буквально несколько слов сказать по поводу очень простого определения, очень простой концепции. Некоторые люди применяют слово бездарность в качестве оскорбления. Это неправильное решение. Для оскорбления существует, если уж вы хотите кого-то оскорблять, оскорбляйте другими словами, их достаточное количество. Бездарность – это значит индивидуальность, которая не нашла свой дар. Мы все приходим в этот мир, однозначно у нас у каждого есть свой дар. От ума мы либо находим свой дар и реализуем его, либо заблуждаемся и костенеем в своих хотелках, желаниях и материализмах. Поэтому бездарный человек – это не говорит о том, что он бездарный всегда. Он просто не нашел свой дар. Меня сподвигают к подобным видео моих хорошие друзья, которые, так сказать, подсказывают мне на своем собственном примере некоторые новые темы для наших стримов, для наших разговоров. Поэтому у каждого, без исключения у каждого индивидуума, который пришел в этот мир, дар имеется. Но вполне возможно, что не время определенным из них индивидуумам этот дар в себе опознать, этот дар в себе найти. Причем дар может быть разный. Дар не обязательно тот, который идентифицируется другими как благо. Например, наш малыш Билли делает такие вещи, которые можно тоже назвать. Он одаренный, безусловно одаренный. Но он уничтожает других людей, изобретает такие вещи, которые предназначены для уничтожения других. Это тоже дар. Дар может быть как направленный на созидательное, дар также может быть направлен и на разрушительное. Голосовать ни за кого не надо. Вот пишут Тревор тут, говорит, голосуй за кого. Ни за кого. Не надо голосовать вообще. Разумный всегда отказывается от всякого голосования. А араб всегда выбирает из того, что ему предлагают. Поэтому все очень просто. Достаточно об этом поразмышлять немножко. Дорогие друзья! У каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, не излечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание! Поэтому, друзья мои, бездарность – это индивидуальность, которая не смогла определить свой дар и прожигает свою жизнь. Он прожигает тоже эта же концепция, то есть тратит время своей жизни на такие действия. Например, день начался, налил стакан, день кончился, опустила бутылка. Посмотрел какие-то стримы, там разные люди порассказали разных страхов. Такие индивидуальности, как правило, они вот слушают передачи, раньше смотрели «пусть говорят», «давай поженимся». А теперь смотрят разных других блогеров и различных других людей, которые рассказывают о всяких чудесах, да? О страхах особенно, потому что, как правило, бездарные люди, они занимают свой ум абсолютно бесполезными вещами. То есть смотрят бесполезные видео, ну, не мне, конечно, судить, может, для них они полезные, кто знает. Это частное суждение. Для меня там, например, передача «пусть говорят» и «давай поженимся». Ох, я даже не видел их никогда, но я слышал, как краем уха, как другие смотрят и слышал, о чем там говорят. Как понять свое предназначение? В полной тишине ума, безусловно. А я приехал на базу. На базе хорошо. Пойду-ка я присверлю разные веники, щёточки. Ну, в общем, органайзер сделаю на стене. Я вот съездил, купил такие штучки. Пойду потружусь своими ручонками. А не только на компьютере нажимать разные пик-пик-пик клавишки. Я люблю потрудиться руками, чтобы сделать что-то симпатичное, сделать что-то красивое. Даже не для себя. Вот сейчас я здесь всё делаю, здесь моего ничего нет. Вообще. У меня даже контракты тут чисто условные. Но я с большой радостью не беспокоюсь ни о потраченных средствах, ни о чём. Просто делаю, чтобы люди улыбались, радовались, чтобы глаза радовались тому, что сделано. Вот ради чего стоит жить. А умереть-то мы можем в каждый момент, да хоть и завтра. Никогда не бойтесь сказать, какой вы есть на самом деле. Сейчас вот двух друзей и знакомых встретил. Смотрю, как они реагируют на простые вещи. То есть заявляем по поводу того, что мы такие хорошие кокоши, а на деле получаются татоши. То есть вот не можем ответить на простые вопросы, хотим ли мы помогать детям больным раком. Не можем ответить на вопрос. Боязно потому что, да. Ну что поделаешь. Решение-то принимать приходится рано или поздно. И не надо бояться заявлять о себе в этот мир. Можно сказать сразу, говорит, да пошли вы в жопу с вашими детьми, Владимир. Мы, говорит, продаём всё. Нам не надо всех этих помощей каких-то. Непонятно кому у нас, своих детей полножопа огурцов. Вот и всё. Есть и такие. Ну, бывает и по-другому. Говорит, давайте, говорит, поможем. Почему бы нет? Всегда надо делать выбор. Не плавать как какашки от берега к берегу. Не разобравшись внутри себя, что лучше, быть богатым или добрым. Дорогие друзья, пойду заниматься делом. Заговорился. До новых встреч. Всех целую. Всем пока. Здравия тела и ясности ума. Аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!